Здравствуйте, в эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Дмитрий Заритовский, генеральный директор группы компании «Альянс». Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке строительных организаций Рязани? Ну, рынок строительных организаций Рязани, он очень насыщен, то есть мы с вами можем видеть то количество предложений, которые сейчас существуют на рынке, то есть как по гражданскому домостроению, так и, соответственно, по индивидуальному домостроению, то есть это имеется в виду всевозможные коттеджные поселки, которые все более и более приобретают популярность у жителей Рязани, так и, соответственно, люди строят дома для себя сами. То есть непосредственно участники, то есть все большую популярность у людей приобретает жизнь за городом. Но также существуют и граждане, которые хотят жить в городе, быть в центре событий, и для них также важно качество приобретаемого жилья и тех условий, в которых они будут проживать. То есть конкуренция у строительной компании, она огромная, да? Да, и непосредственно как бы те строительные компании, которые сейчас предлагают не только лучшие цены, но и лучшие условия, как в плане проживания людей, то есть здесь имеется в виду комфорт непосредственно жителей, те являются лидерами рынка. Но как бы цена тоже имеет важное значение. Да, несомненно, цена имеет важное значение, поэтому как бы те технологии, которые существуют на данный момент, они позволяют строить доступное жилье, теплое жилье, комфортное жилье. И люди, приобретая жилье, построенное по современным технологиям, могут быть уверены в том, что они прежде всего приобретают комфорт для себя и своей семьи. Вот у нас у многих так считается, что чем, в принципе, касаемо любой вещи, любого там приобретения, что чем дороже, тем лучше. Касаемо жилья, это точно так же? То есть лучше стоит потратить больше денег, но получить действительно качественный продукт, качественное жилье, чем где-то там в чем-то сэкономить, может быть, даже достаточно большую сумму денег. Но вопрос качества. Будет от этого зависеть? Вопрос качества, он, несомненно, как бы зависит от цены, но не настолько, как принято считать. Качественное жилье, оно, прежде всего, как бы строится за счет применения современных технологий и качественных строительных материалов. Также стоимость жилья здесь, я бы сказал, качественного жилья, она больше, наверное, варьируется от месторасположения. То есть если вы покупаете недвижимость в центре Рязани, да, и недвижимость в ком-тоспальном районе Рязани, соответственно, при одинаковых условиях постройки здания, при одинаковых его характеристиках, цена, естественно, за квадратный метр, она будет меняться. А вот вы говорите про современные технологии. Вот, например, какие современные технологии существуют? Ну, на данный момент... Принципиальные отличия от прошлого. Да, принципиальным отличием, то есть все мы с вами понимаем то, что жилье, особенно в зимний период, его нужно отапливать. И здесь, как бы, на первое место выходит энергосбережение. То есть если вы покупаете квартиру в энергоэффективном доме, то вы будете экономить на отоплении, соответственно, вы не будете мерзнуть зимой. Также, кроме энергоэффективности, важным аспектом проживания людей является шумоизоляция. Это да. Как бы, жители домов, которые были построены 20-30 лет назад. Ты даже вот живу в доме, который не очень давно был построен, шумоизоляция никакая. Вот. Привет соседям. Да, соответственно, вы как бы на себе видите проблемы, да, то есть соседи бывают в скандале за стеной, бывают как бы шумят, что не дают спокойно проживать. Сейчас существует система шумоизоляции, то есть полов, которая подразумевает именно то, что вы будете находиться, скажем так, в своем вакууме, да, в своей семейной ячейке, и никакие соседи справа, слева, сверху, снизу вас не будут беспокоить. То есть, соответственно, не только полов, а еще и стены, и потолка. Да. И вообще ничего не слышно. Вообще ничего не слышно. Ну, мечтать теперь буду. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а вот стоит ли сейчас зимой покупать жилье или лучше все-таки до лета подождать? Нет, жилье, как бы, оно может приобретаться на любом этапе строительства, да, то есть если рассматривать те предложения, которые сейчас есть на рынке, да, то есть если вы вкладываетесь на нулевом цикле, там, или вы покупаете готовые, жилье, то здесь уже именно застройщик, он может варьировать цены за квадратный метр. Все зависит от того, как бы, от степени надежности застройщика, от той компании, как бы, в которую вы, как бы, понесете свои деньги, в которой вы будете приобретать жилье. То есть непосредственно нужно убедиться в том, что строительные компании надежны, убедиться в том, что жилье будет построено, как бы, качественно, по современным технологиям, о чем мы с вами сейчас, как бы, говорим, да, и тогда, как бы, не имеет значения, когда покупать квартиру. Зимой, летом, весной, осенью. А как вот выбрать надежную компанию? Надежную, ну... Ну, понятно, что можно спросить, поспрашивать знакомых, да, посчитать отзывы в интернете, и, скорее всего, наверное, к какому-то выводу можно прийти. Или есть прям какие-то критерии, да, вот, что если компания делает тот и тот, предлагает тот и тот, так-то, так-то, то она надежно, на нее можно положиться. Вот, отдать ей свои деньги. Здесь, знаете, здесь, как бы, вопрос больше даже юридический, да, но самое простое, то есть, что можно посмотреть на историю компании, можно посмотреть, какие дома построены этой компанией, почитать, как бы, отзывы, которых сейчас, как бы, очень много в интернете, как положительных, так и отрицательных, сделать для себя какие-то выводы и, в принципе, выбрать того застройщика, с которым идти дальше. Все-таки можно, вот, в наше время рассчитывать на то, что жилье, которое будет приобретено в новостройках, да, вот именно оно будет надежным. То есть, вот, допустим, покупаем мы квартиру летом, да, все нормально, потом начинается осень, и все это начинает персекать. И все проблемы возникают. И все проблемы, да, тут же, в общем-то, налицо, что называется. Ну, здесь… Есть какие-то гарантии у компании, существуют? Да, безусловно, гарантии, как бы, любая строительная компания, она предоставляет гарантии, да, то есть, если у вас какие-то, какие-то проблемы возникли, там, в течение трех лет, с момента сдачи дома в эксплуатацию, то есть, застройщик, он обязан эти недостатки, как бы, устранить за свой счет. Вот, но здесь стоит, опять же, задуматься, если эти недостатки возникли, они были устранены, не возникли ли они дальше. Вот, это, как бы, важный такой момент, потому что в дальнейшем собственнику квартиры или, там, товарищу собственнику жилья, да, придется устранять эти недостатки за свой счет. То есть, можно проверить за счет компании, как мы будем жить зимой, летом, осенью, весной, да, а потом уже все, как бы… Вы можете проверить на протяжении трех лет. В принципе, да, нормально. Скажите, пожалуйста, все-таки, жилье пользуется, вот, туризанцев, например, большим спросом в новостройках или вторичное жилье, проверенное уже, да, пусть там с плохой шумоизоляцией, пусть там с какими-то, там, без теплых полов, да, но тем не менее. Ну, здесь, знаете, как бы, можно разделить два направления, да, то есть, есть люди, которые предпочитают именно купить квартиру во вторичном фонде, приводя те аргументы, которые вы сказали ранее. И, соответственно, более, скажем так, продвинутые покупатели, да, они, как бы, понимают, которые понимают и разбираются в технологиях немножко строительства, по каким технологиям, как бы, строится жилье, они предпочитают все-таки покупать жилье в новостройках. Потому что, покупая жилье именно в современных, как бы, домах, да, вы не только экономите, там, на газе, электричестве, получаете хорошую шумоизоляцию и спокойствие, да, вот, вы еще, прежде всего, что самое главное, как я считаю, при покупке жилья, это получить именно ту внутреннюю атмосферу в квартире, которую вы хотите. А она, как бы, невозможна, если у вас будут холодные стены, если у вас будут шуметь соседи, соответственно, если у вас будут течь трубы и так далее. Ну, в конце концов, на дворе 21 век, да? Да. Уже давно, и, наверное, действительно, наверное, нужно, чтобы новое в жизни появлялось и появлялось больше. Спасибо вам, Дмитрий, огромное за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Заритовский, генеральный директор группы компании «Альянс». Субтитры сделал DimaTorzok